С начала текущего года в Уральске зарегистрировано более 270 случаев интернет-мошенничества. Это преступления, в которых злоумышленники используют различные уловки и хитрые схемы для обмана граждан, каждый раз придумывая все новые способы присвоить чужие деньги. Интернет-мошенники действуют изощренно. Им удается убедить людей передавать свои личные данные или переводить деньги. Они создают фальшивые интернет-магазины, предлагают выгодные инвестиции, рассылки, сложные информации о выигрыше, используют фейковые страницы банков и так далее. Одним из самых распространенных методов также телефонное мошенничество, когда преступники звонят людям под видом сотрудников банков или других организаций и убеждают сообщить данные карт. Данное преступление является средним населением, в основном это пенсионеров и средний слой населения, и те, которые работают в бюджетной сфере. В связи с этим хочу призвать наших граждан, быть бдительными. Сразу при звонке, как бы служба безопасности, сотрудник банка, никто не звонит. Им падают сообщения на телефон, случаи угрозы или каких-нибудь мошенничеств, действий. А так прямой комнате никто не будет звонить, и сразу им советую выключать телефон, ну, как бы не общаться. Жительница Уральска, пожелавшая не называть своего имени, три месяца назад увидела рекламу в Инстаграме. Там предлагали вложиться в выгодное дело и получить хороший доход. Женщина купилась на эту уловку, в результате потеряла миллионы. Я уже обросла долгами перед родными и близкими, обросла долгами перед банками, и это все вылилось в очень крупную сумму. А какой сумме идет речь? Сумма идет около 10 миллионов тенген. Когда обрастаешь долгами и надеешься на то, что тебе вернут, вот здесь идет страх, здесь идет паника, естественно, и где-то веришь этим людям, потому что сама в жизни никого никогда не обманывала и думала, что все будет хорошо. Эта проблема стала серьезным вызовом для правоохранительных органов. Несмотря на усилия полиции, новые случаи продолжают регистрироваться. Борьба с этим видом преступности требует не только работы со стороны полицейских, но и повышенного внимания самих граждан к вопросам безопасности в интернете.